МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прямом эфире телеканал Россия, Вести, Ульяновск. Здравствуйте! Смотрите в нашем выпуске. За станки встали даже бухгалтеры. Швейное производство осваивает новые виды продукции для военнослужащих. Решение есть. В Арском отоползня спасают старейший храмовый комплекс, жилые дома и дороги. Летающая скорая помощь, как в регионе, работает санитарная авиация. Еще одна группа военнослужащих из Ульяновска отправилась на боевое слаживание в юго-западную часть страны. В нее вошли как мобилизованные жители Ульяновской области, так и других субъектов Приволжского федерального округа. До этого каждый из защитников на базе учебного центра проходил двухнедельную подготовку – тактическую и огневую. Мужчинам напомнили, как обращаться с оружием, как правильно оборудовать окопы, обнаруживать мины и, самое главное, как сохранить себя в бою. Подготовку мы прошли. Ребята очень сдружились, очень сплотились. Для нас это просто честь и гордость, чтобы мы уходим со своего родного города. И что мы именно представляем тех первых ребят, которые придут и будут защищать нас, наверное, от этого фашизма, который сейчас назревает в мире. Проводить защитников пришли сотни людей, родные и близкие, а чтобы боевой дух солдат был еще более крепким. С напутствующими словами перед ними выступили глава правительства Ульяновской области Владимир Разумков и чемпион мира по смешанным единоборствам Владимир Минеев. Ребята боевые, на контроле занятых они показались очень неплохо. Взрослые люди, многим уже за 30-40 лет. Все в них прекрасно. В этом плане не было таких, кто первый раз в руки взял оружие или не знал, что ему действовать как в бою. Поэтому за ребят мы спокойны. Пока бойцы служат, регион позаботится об их семьях. С помощью новых льгот, например, мобилизованных на период участия в специальной военной операции, освободят от уплаты транспортного налога. Также главам районов настоятельно рекомендовано предоставить солдатам соответствующую льготу на налоги имущественные и земельные. Прорабатывается вопрос о единовременной выплате мобилизованным. Это не конечный список. Подготовить за моей подписи обращение в правительство Российской Федерации с предложением обеспечить право семей мобилизованных граждан на получение государственной и социальной помощи, в том числе на основании соцконтакта. И не учитывать при этом доходы гражданина, который был мобилизованным. На юге страны ребята пройдут боевое слаживание в экипажах, отделениях, взводах и ротах. После этого защитники страны приступят к выполнению служебных задач в районе военной специальной операции. Ульяновские малые швейные производства срочно осваивают новые виды продукции. Примером тому технологическая промышленная компания «Монолит». Здесь изготавливают тенты для грузовиков, внутреннюю обшивку для внедорожников. Сейчас основная задача – пошив рюкзаков для мобилизованных граждан. Первую партию баулов уже отправили в межрегиональные учебные центры, где военнослужащие проходят боевую подготовку. Новый вид продукции освоили буквально за полдня. Перестраивала процесс начальник производства Аэлита Зубарева. Для нее этот заказ имеет особое значение. Старший сын Максим – герой России, командир танковой роты. Погиб на Украине в начале июня. Все мы матери, все мы сестры, жены, мужчины. Поэтому с пониманием девчонки отнеслись к этому хорошо. Быстро освоили новые свои операции. И, соответственно, стараемся по максимуму искать количество изделий. Рабочая смена теперь начинается на два часа раньше привычного времени. Заканчивается тоже позже. Вещевые мешки, минуя склад, сразу отправляют военнослужащим. Мы приходим и к шести, и к полшестом, потому что узнали, что нужно срочно. И работаем до семи, до восьми вечера. Поэтому нужно срочно отдать. Ну, бывают такие случаи. Девочки все это понимают. Для срочного выполнения заказа в компании включили все внутренние резервы. За раскроенные столы встали сотрудники бухгалтерии. На подмогу коллегам вышли швеи из декретного отпуска. Весь коллектив взялся за дело в едином порыве. Надо помогать нашим. Там и мужья, и братья, и сестры, и сыновья. Вещевые мешки женщины шьют крепкие и вместительные на 100 литров. До отправки в зону проведения СВО рюкзак будет у каждого военнослужащего из Ульяновской области. Дмитрий Емельянов, Михаил Державин. Вести. Ульяновск. Российские предприятия получили возможность включиться в кооперационные цепочки крупнейших автозаводов страны. Так они смогут нарастить объемы производства и совершенствовать свою продукцию. Новых партнеров автогиганты нашли по итогам закупочной сессии в Ульяновске. Ее проведение еще в июле инициировал Алексей Русских во время работы на международной промышленной выставке «Инопром». Июльский «Инопром» еще долго будет приносить плоды. Всего за несколько дней работы международной промышленной выставки достигнуты десятки важнейших соглашений. Одни из главных для Ульяновской области в сфере сотрудничества с крупнейшими российскими автомобилестроительными компаниями – Челнинским «КамАЗом» и Тольяттинским «АвтоВАЗом». Уверен, что объемы выпуска продукции будут расти, значит и наши 400 предприятий, которые выпускают автокомпоненты, они снова встанут на ноги. Теперь, когда все в наших руках, когда «АвтоВАЗ» является исключительно российским предприятием, конечно, мы в полном объеме будем ориентироваться на наших поставщиков, производителей автокомпонентов. Тогда же Алексей Русских предложил провести в Ульяновской области закупочную сессию с крупнейшими предприятиями «АвтоВАЗ». За считанные месяцы и без того сложная ситуация с поставкой импортных комплектующих усугубилась. Под влиянием коллективного Запада часть поставщиков решила покинуть российский рынок. Задачи, которые были и раньше, сегодня приобрели особую актуальность. Министерство промышленности ставит перед всеми нами очень важные задачи, конечно, безусловно, это импортозамещение, технологического суверенитета, локализация технологий разработок. Наша цель в том числе, собственно говоря, наиболее эффективно учесть в этой стратегии интересы, конечно, ульяновских предприятий и предприятий регионов соседей. В рамках закупочной сессии небольшие предприятия региона получили шанс войти на сборочный конвейер крупных машиностроительных заводов России. Многие предприятия, которые находятся в Минтрограде, они как раз и являются нашими поставщиками. Географию мы сейчас расширяем, то есть появляются новые поставщики. Разработки и товары на сессии представили более 70 предприятий региона. Все они занимаются производством автокомпонентов, промышленного оборудования, инструмента и оснастки, плетем пластмасс и металлов, разработками и технологиями. На самом деле наши промышленные предприятия большие молодцы и обладают очень в ряде случаев уникальными технологиями, как по производству узлов и агрегатов для автомобилей и других средств, так и по технологическим переделам металлообработки, в производстве инструмента, в обработке пластмасса. То есть у нас есть что предложить уникального для этих заводов. Итогом сессии для десятков местных компаний станут новые крупные заказы. Наращивать темпы производства на заводах готовы. Сделать это раньше мешали иностранные конкуренты, которые, уйдя с российского рынка, подарили отечественному бизнесу новые возможности. Артем Петров, Вести, Ульяновск. Уползень еще на метр приблизился к храмовому комплексу в Варском. Экстренно начаты противоаварийные работы. Параллельно по распоряжению главы региона готовится и проектное решение по всей протяженности опасного участка. Тему продолжит Марина Тимофеева. Он оголел старинные захоронения, разрушил частные сады и с каждым разом все ближе подходит к храмовому комплексу. Уползень в Варском не один год тревожит местных жителей. Но это весной. Он поставил под угрозу десятки квадратных метров территории святыни. Внизу под нами сейчас на 15 метрах, вот под таким вот углом идет слой скользкой глины. И по нему просачивается вода. И огромная масса земли, как по куску мыла, спадает вниз. Есть такая опасность, что к весне может этот оползень подойти и прямо к фундаментам храма, к фундаментам нашего универсального зала. Нижняя площадка уже ушла на 6 метров в реку. Чтобы хоть как-то остановить подвижки грунта на территории храма, выкопали 4 колодца. За два месяца в ежедневном режиме откачано 2000 тонн жидкости. А неделю назад начались и неотложные противоаварийные работы. Противоползневые работы, вот со стороны, будем говорить, купели, в сторону речки уходит насыпь, будем говорить, берег ползет. Вот укрепляющие две стенки будут возводиться. Это первый этап работы. Бетонные плиты установят на участке с 70 метров. Тем временем оползень затронул не только территорию храма, но уже давно добрался к жилым домам. И не только. Всего протяженность аварийного участка 300 метров. Воползень дошел до автомобильной дороги в Погребы. Здесь восстановительные работы начнутся после первого этапа. Укрепить 70 метров храмового комплекса планируют до зимы. Уже в декабре установленные бетонные плиты. Остановят деформацию земельного полотна. Марина Тимофеева и Денис Миронов. Вести Ульяновск. Изарского. Когда счет идет на минуты, в дело вступает санитарная авиация. Первый вылет медицинского вертолета с Ульяновского аэродрома произошел накануне. Кузоватого 60-летний пациент нуждался в экстренной помощи, оказать которую могли лишь специалисты областного сосудистого центра. Всего за полчаса мужчину доставили в региональную столицу. Сегодня он благодарит врачей и удивляется скорости. Репортаж Артема Петрова. Вертолет санитарной авиации приземляется на футбольное поле центрального стадиона в Кузоватого в машине. Скорой помощи пациент, которого нужно срочно доставить в Ульяновск. Счет идет на минуты подозрения на инфаркт миокарда. Потихонечку, без визитки. Решение о необходимости задействования воздушного судна принимает лечащий врач, который осматривает пациента. Далее он созванивается с центром медицинских катастроф, и они совместно уже принимают решение. С 6 октября мужчина находился на стационарном лечении в Кузоватого, но внезапно его состояние ухудшилось до тяжелого. На санитарном вертолете пациента доставили в региональный сосудистый центр. Выявили поражение сосудистого русла, было выполнено стентирование, то есть постановка металлической конструкции в область сужения, которая этот просвет расширила и обеспечила адекватное поступление крови к мышце сердца. Которое позволило предотвратить, внимание, предотвратить развитие трансмурального инфаркта миокарда. И да, пациент остался жив. Не только выжил, но и чувствует себя в разы лучше. Василий Пицын стал первым в регионе пациентом, кому помогла санитарная авиация. Всего за полчаса по воздуху вместо двух по земле. Нормально, это 30 минут. Быстро, конечно, от Кузова 120 километров, 30 минут. Нормально. По инициативе главы региона санитарная авиация в Ульяновской области заработала с 1 октября. Современный вертолет казанского производства будет доставлять пациентов не только в местные больницы. Если необходимо, курс проложат и в медучреждения других регионов страны. К вылету в порт готов. Круглые сутки. Артем Петров, Ирина Шмыгова, Александр Рассохин и Сергей Свешников. Вести. Ульяновск. Какой будет погода в ближайшие сутки, об этом вы узнаете из информации синоптиков Ульяновского гидромедцентра. О новых событиях в регионе расскажем уже завтра на телеканале «Россия-1» в программе «Вести Ульяновск». Ну а на сегодня у меня все. Я благодарю вас за внимание. Приятного вам вечера. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok